Доброе утро! В эфире программа художественной фотографии «Свет и тень» и я, ее ведущая, Ольга Краснопевцева. Манжоли, а именно так он себя и называет, одна из самых заметных фигур в современном фотоискусстве. Родился в России, вырос в Париже, а сейчас живет в Ирландии. Именно он создал новое направление в искусстве – виртуальную фотографию. Манжоли – великий мистификатор. Сам он практически никогда не появляется на публике. А его творчество на многочисленных выставках по всему миру представляет виртуальный двойник фотографа. Вдохновленный продолжительными путешествиями, Манжоли самостоятельно научился снимать в середине 90-х. Его основные интересы – современные фотографии и цифровые технологии, которые он решил объединить в новом виде искусства под названием «Вирография» – виртуальная фотография. «Вирография» представляет собой использование цифровых манипуляций для постепенной трансформации произведений фотографического искусства, изображающих реальный мир, в произведения новой разновидности изобразительного искусства, сочетающей в себе признаки обеих реальностей. По мнению Манжоли, вирография – логичный результат развития первоначального творчества автора в области фотографии, возникшей естественным путем в новом развивающемся глобальном сообществе, существующем в сети интернет. Благодаря созданной Манжоли вирографии, урбанистическое искусство получило новое дыхание. Его успехи в этой области отмечены наградой Digital Photography Award. Серия работ, посвященных Парижу и Дублину, где изображены различные нюансы облика этих городов и манипуляции формами и цветами для создания характерных вирографических композиций, заслужили хорошие отзывы любителей современного фотоискусства во всем мире. Вирографические произведения Манжоли были приобретены многими известными компаниями и отелями в этих мировых столицах для украшения помещений и использования в качестве иллюстраций в печатных изданиях и на сайтах в сети интернет. Последняя коллекция была названа Министерством культуры Ирландии как самый удачный синтез современного фотоискусства и новейших цифровых технологий. Основу вирографических произведений Манжоли составляют неопределенность, изменение состояния и единство и борьба противоположностей. Великая мистификация продолжается. Программа «Свет и тень» продолжает знакомить вас с новыми разработками в области цифровых технологий и фотографической техники. 28 сентября по 3 октября в Германии, в Кёльне проходила «Фотокина-2004». Ежегодно «Фотокина» как выставка мирового масштаба представляет срез новейших тенденций фотографического рынка, которые уже проявляются в Европе, Азии и Америке и которые можно наблюдать и на российском рынке. На нынешнем смотре сразу обратила на себя внимание продолжающаяся экспансия цифрового фото. Цифровые технологии получения, обработки и печати изображений продолжили свое наступление на рынок любительских и профессиональных устройствах. На выставке были показаны новейшие цифровые камеры. Одной из самых примечательных особенностей «Фотокина-2004» стало внимание большинства ведущих мировых производителей к устройствам для домашней фотопечати. На направлении фотографических принтеров в этом году сделали ставки практически все ведущие игроки рынка. На «Фотокине-2004» главные мировые бренды представили впечатляющий ассортимент фотопринтеров, расходных материалов и разнообразных аксессуаров. Один из главных акцентов был сделан на возможность печати снимков непосредственно с камеры, без использования компьютера. Мировые лидеры в производстве телефонов своим дружным выступлением на «Фотокине» еще раз показали, что мобильный телефон, точнее камера-кон, как принято называть подобное устройство, уже в ближайшее время готов стать достойным конкурентом цифровых мыльниц. Или, по крайней мере, догнать младшие модели фотоаппаратов по качеству изображения. Единственным фактором, сдерживающим радость по поводу камера-фонов, остается их высокая цена. Сегодня средний камера-фон стоит столько же, сколько цифровой фотоаппарат с очень достойными характеристиками. Скорее всего, попытку наступления производителей телефонов на фоторынок можно будет наблюдать и на российском фотофоруме в апреле 2005 года. Нынешняя выставка еще раз продемонстрировала, как изменился и еще может измениться расклад сил на рынке фототехники вслед за развитием новых технологий. Современное британское фотоискусство продолжают демонстрировать в Санкт-Петербурге. Сейчас в Михайловском замке еще одна представительница молодых английских фотографов – Сэм Тейлор Вуд. Из Лондона в Петербург Тейлор Вуд привезла фототворение последних двух лет. Она – одна из тех, кто создает современную британскую фотографию. Явление заметное и влияющее на весь художественный и фотографический авангард. Фотографы нашего времени хотят изменить все. Начать Тейлор Вуд решила с закона всемирного притяжения. Ведь в современной фотографии не может быть никаких законов, считает она. Об этом ее автопортреты в воздухе. Фотограф бунтует против массовой культуры, против навязанных поп-идолов. Об этом – плачущие мужчины. Иконы мужественности – Джуд Лоу, Пол Ньюман, Лоуренс Фишберн. Здесь они выглядят иначе, чем в голливудских фильмах. Я хотела изменить всю историю фотографического портрета. Портреты всегда являются преувеличенным изображением человеческого «я», человеческого эго. Я хотела немного сместить акцент в этом отношении. Стирая мифы, бунтуя против законов, фотограф, тем не менее, знает и ценит историю искусств. И обращается к ней в своих видеоинсталляциях. Размытые границы жанров, возможность видеть произведения фотографа по-разному – еще одна черта современной британской фотографии. Хороший фоторепортаж – удел профессионалов высокого уровня. Сегодня гость нашей программы – известнейший российский фоторепортер Галина Кмит. И она поделится с вами некоторыми секретами репортажных съемки. Итак, мастер-класс. С командировочным удостоверением агентства печати новостей и 10-килограммовым кофром на плече Галина Кмит объехала всю страну, что называется, вдоль и поперек. Снимала на Сахалине, Камчатке, на Курилах, в Тундре. Я была на Курилах, и там такая красота, значит, сиреневые камни, да, папоротники, я, значит, с камушка на камушек, с двумя камерами, потом поворачиваюсь и смотрю, что я как Иисус Христос в воде. Начался прилив океана. Галина Кмит – профессиональный фотограф. Более 30 лет работает в Российском информационном агентстве новости. Единственная женщина-фотокорреспондент агентства. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Член Союза кинематографистов и журналистов России. Академик – член российско-итальянской научно-исследовательской академии Феррони. Я там сгромозилась на самую высокую каменюку и кричу на берег. Ребята, они там развлекаются, им интересно, они хохочут. В общем, они меня катером оттуда снимали, можете себе представить. Да, прибывает я, камера наверх, уже куда деваться не знаю. Задуманная еще несколько лет назад экспозиция «Эти великолепные мужчины» постоянно пополняется новыми портретами известных политиков, видных писателей, талантливых режиссеров. Кинемати – жанр. Это очень интересно. Это то, что нельзя повторить. Это мгновения, которые... Мгновенные. Мгновения абсолютно, так сказать, знаете, вот затвор и все. И это уже история. Больше всего в этой галерее прославленных кинозвезд. Вдова замечательного актера Алексея Кмита, Галина Васильевна сохраняет особое пристрастие к мастерам экрана. Я не признаю градации. Меня всегда очень обижает, когда думают, что я снимаю только знаменитости. У меня действительно много портретов знаменитости. Но я объездила, оползала, обшагала практически весь Советский Союз. У меня есть такая выставка, обзорная по Советскому Союзу, которая называется «Россия. Родина моя». Теперь я ее назову «Ностальгия». Я ее немножко почищу и буду выставлять. Галина Кмит знает секрет, как заинтересовать публику своими фотографиями. Подтверждение тому – колоссальный успех ее выставок в России, Германии, США, Мексике. Кстати, в Мехико с ней случился один забавный эпизод. Мы запарковались у посольства. Моя коллега пошла в посольство, а я пошла снимать нищих. Они там очень интересные. Они не просто просят у вас. Они работают. Они там жонглируют, там акробатикой занимаются. Я, значит, поворачиваю и смотрю эвакуатор возле нашей машины. Значит, я с перепугу заговорила по-испански. Честно, я не знаю из-за москвы. Я начала орать. «Сеньор, порфавор, сой нон гринга, сой нон гринга». Я не американка. Первым делом надо сказать, что вы не американка. Это очень важно. «Сой русо, русо». В общем, я начала орать. Никакого впечатления. А у меня на ключах свисток всегда. Я засвистела свисток. Он сказал «Рашн полишен». И отпустил меня. И не взял нашу машину. Я живу в ритме слова «надо». И в этом рецепт моей молодости. Именно таково кредо Галины Кмит, первой женщины-фотожурналиста, серьезно заявившей о себе в нашей стране. Она – человек абсолютно независимый, самостоятельный, высоко ценящий свое собственное достоинство. И, видимо, в этом кроется секрет ее таланта фотохудожника. Нет, ничего интереснее оказаться в городе, где ты был никогда. Без всяких сопровождающих ходить просто и глядеть. Не важно, за рубежом это ли, или в Союзе, или в России, это не важно. Это самое интересное. Наша программа подошла к концу. Просто на сегодня пленка закончилась. Но не расстраивайтесь, ведь мы увидимся с вами ровно через неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин